В сегодняшнем видео я расскажу про дубленки И у нас есть три ключевых фактора для того, чтобы выбрать для себя удачный вариант дубленки Это цвет, крой, а также стайлинг То есть это те вещи, с которыми вы планируете свою дубленку сочетать В том, что касается цвета Сейчас есть несколько самых актуальных вариантов Первый, это, конечно же, черный или, например, может быть графитовый цвет А также бежево-коричневая цветовая гамма Начиная от молочного цвета и заканчивая темно-коричневым Эти цвета самые распространенные и самые популярные Конечно, есть альтернативные варианты, но сегодня мы на них не будем останавливаться Потому что такие намного сложнее найти и сложнее стилизовать В том, что касается покроя, то он будет различаться в основном по своей длине Как правило, дубленки могут быть от самых коротких, которые доходят буквально до тазобедренной кости Также это могут быть дубленки, прикрывающие ягодицы И совсем длинные дубленки ниже колена Все три варианта кроя актуальны Разумеется, длину нужно выбирать, исходя из того, с чем вы планируете дубленку стилизовать И об этом мы с вами поговорим в следующем пункте А также в зависимости от того, в какой климатической зоне вы проживаете Я думаю, что для европейской зимы вполне актуальны короткие дубленки и дубленки, прикрывающие ягодицы А вот для России, особенно для северной ее части, лучше выбирать варианты подлиннее Теперь поговорим об идеях стайлинга дубленки И начнем мы с вами с короткой дубленки черного цвета Такую дубленку вы можете легко стилизовать в стиле casual Например, в сочетании с актуальными широкими джинсами, а также зимними или демисезонными кроссовками В зависимости от того, какой у вас климат и какой температурный режим Дополнить этот образ короткой черной дубленкой и свитером Это будет простой повседневный прогулочный образ, в котором можно отправиться, например, в кафе Или просто на легкую прогулку по городу с друзьями, если не слишком холодно И помимо того, что джинсы можно сочетать с кроссовками, также альтернативный вариант обуви – это и ботинки И это такое сочетание – широкие джинсы, грубые ботинки и короткая дубленка в черном цвете Я рекомендую выбирать более аккуратные ботинки, у которых более аккуратный и узкий мыс Для того, чтобы не перенагромождать нижнюю часть тела, то есть именно силуэт вашей фигуры Второй вариант стилизации будет более элегантным и более подходящим, в том числе и для выходных вариантов И это сочетание с черными брюками Смотрите, здесь может быть также два варианта именно в рамках 2023-2024 года Например, это будут широкие брюки-палаццо, которые сейчас, как вы знаете, являются наиболее актуальным вариантом покроя брюк Если дополнить эти брюки светлым или, например, темным свитером, или, например, альтернативно рубашкой или блузой В зависимости от того, насколько нарядным вы хотите сделать свой комплект, а также обувью на каблуках То именно за счет обуви у вас получится сделать образ более женственным В том числе, если вам не нравятся или не идут широкие брюки, есть альтернативный вариант И это брюки более узкого кроя, более классического, в сочетании, например, с ботильонами на невысоком каблуке В обоих вариантах можно использовать не только ботильоны на каблуках, но и аккуратные повседневные ботинки без каблуков Это могут быть ботинки на шнуровке или ботинки челси, тогда это будет уже более повседневный и комфортный образ Предложу вам еще один вариант стилизации дубленки в черном цвете, но более длинный, который прикрывает ягодицы В том числе, можно взять за основу и первый вариант покроя, когда была короткая дубленка Это тоже будет отличным сочетанием И я предлагаю в этом случае дополнить ее юбкой-карандаш Вы знаете, что юбка-карандаш это тоже один из очень актуальных на данный момент силуэтов и вариантов покроя Так вот, сочетание с черной юбкой-карандаш плюс дубленка плюс черные сапоги будет очень актуальным и очень элегантным Мало того, что ваша юбка может быть, например, из костюмной ткани Также и прекрасный вариант это юбка из кожи или из эко-кожи За счет такого сочетания фактур кожа плюс ваша дубленка с меховой оторочкой получается очень дорогой и элегантный образ Еще одна прекрасная идея стайлинга будет уже более выходная И это сочетание темной дубленки, которая прикрывает также ягодицы вместе с летящим платьем Например, даже это может быть платье из тонкого или из более плотного трикотажа И в сочетании с сапогами-чулками Здорово, если и платье, и сапоги-чулки также в черном цвете Это помогает нам визуально вытягивать силуэт и делать за счет такого контрастного сочетания, за счет черного цвета, образа Total Black, делать комплект более дорогим Еще один вариант стайлинга, который может у нас относиться как к стилю casual, так и к casual chic, если, например, вы будете выбирать более изящную обувь И это удлиненная дубленка, которая прикрывает ягодицы Также вниз мы надеваем удлиненный свитер, который тоже прикрывает ягодицы, он может быть светлым или темным Очень интересная вот эта вот идея с свитером, с таким немножко скандинавским принтом А также прямые джинсы черного цвета или темно-серые В сочетании с обувью на каблуках и минималистичной сумкой Но повторюсь, что помимо обуви на каблуках на ее месте могут быть также и простые ботинки челси Получается очень комфортный повседневный комплект, который можно использовать в самые разные случаи жизни Ну и, как я вам и сказала, актуальны не только миди и короткие дубленки, но еще и дубленки в длине макси, то есть в длине ниже колена Такие дубленки смотрятся наиболее элегантно, но при этом их тоже можно стилизовать в самых разных направлениях В том числе, если у вас дубленка не приталенная, если она достаточно объемная, прямого покроя То тогда вы можете свою черную дубленку, например, стилизовать со спортивным костюмом и зимними кроссовками Причем костюм может быть как светлым, так и темным Если хочется создать более элегантный комплект, и особенно если ваша дубленка приталенная, то тогда уже нужно выбирать для себя альтернативные варианты обуви и первого слоя Хорошо, например, могут смотреться классические брюки черные в сочетании с обувью на каблуках Ну, в данном примере обувь, конечно, относится не к зимнему сезону, но мы подразумеваем, что ее можно заменить на классические ботильоны Еще один очень красивый вариант сочетаний, и очень мне нравится эта идея и полностью соответствует моему вкусу Это сочетание молочного свитера, свитера в молочном оттенке вместе с прямыми кожаными брюками, с грубыми ботинками и сверху у нас удлиненная дубленка в черном цвете Ну и, наконец, еще одна и последняя идея со стилизацией именно черные дубленки А это сочетание уже будет более маркое для тех, кто аккуратно носит вещи зимой или у кого достаточно сухой климат, например, если вы проживаете в Европе Тогда можно попробовать сочетание дубленки вместе с джинсами белого цвета, также прямого покроя Сочетая эти джинсы, например, с черными ботинками для того, чтобы дополнить вашу дубленку, ну и как первый слой у вас может быть свитер практически любого оттенка Теперь переходим к идеям стилизации дубленок в бежево-коричневой цветовой гамме И начнем мы также с коротких вариантов дубленок И первый вариант это сочетание со светлой цветовой гаммой Например, у вас бежевая дубленка или карамельного оттенка, и сочетать вы будете ее со светлыми брюками Как правило, это, например, джинсы молочного цвета Или еще один прикольный вариант это светлые актуальные брюки карго Сверху также мы можем надеть свитер, например, с легким принтом или однотонный без принта и на ноги ботинки Еще один вариант стайлинга такой для более смелых девушек, а также для тех, кто ищет для себя какой-то интересный акцентный вариант одежды на выход И это может быть сочетание светлой дубленки в молочном цвете в короткой длине вместе с мини-юбкой Это может быть юбка также из костюмной ткани, в том числе, кстати, это может быть и юбка в стиле прэппи Или, например, как сейчас на экране, с какой-то интересной этнической вышивкой А также просто кожаная юбка Также вы дополните этот комплект одежды сапогами или, например, сапогами-чулками И сверху у вас будет свитер в тон к вашей юбке Цветовая гамма здесь, в принципе, может быть любая То есть это не обязательно тотал-блэк комплект и сверху дубленка в молочном цвете Но это может быть внизу и светлый комплект Еще пару актуальных идей это сочетание с джинсами синего цвета И один из моих любимых и акцентных вариантов это такой комплект Джинсы синего цвета, прямого или слегка раскрешенного покроя Коричневый ремень, например, в тон к вашей юбке Сверху джинсовая рубашка, то есть у нас основа, это комплект тотал-деним И в качестве обуви казаки, которые прячутся под джинсы Казаки должны перекликаться по цвету с вашей дубленкой Это, в принципе, такая классическая, устоявшаяся формула, которая относится у нас к стилю кантри Которую можно использовать и зимой в том числе Так как и казаки, поскольку они в моде и в тренде Сейчас тоже выполняются, в том числе и в качестве зимнего варианта С утеплением на меху Ну и альтернативный вариант, если, например, у вас не хватает таких позиций для стилизации То есть у вас нет джинсовой рубашки, у вас нет казаков Но у вас есть прямые джинсы синего кроя Тогда можно их дополнить теми же ботинками в черном цвете Или ботильонами, или, например, это может быть темно-коричневый вариант И сверху свитер Ну и помимо светлого комплекта, также абсолютно не запрещается И, в общем-то, очень хорошее будет сочетание вместе с черными брюками И в том числе темно-коричневыми Тогда это будет такое чуть более интересное акцентное сочетание Брюки также могут быть прямого покроя или слегка расклешенные Ну и в качестве первого слоя могут быть свитеры, водолазки, лонгсливы, рубашки В общем, все, что есть в вашем гардеробе Теперь поделюсь с вами идеями стилизации дубленки в средней длине То есть это такая длина, которая прикрывает ягодицы И в том числе она может доходить практически до середины бедра Одна из очень классных, красивых идей стайлинга Это полностью светлый комплект Сверху у вас светлая дубленка Дальше идет светлый свитер Он также может быть удлиненным, то есть прикрывающим ягодицы И внизу у вас узкие джинсы-дудочки белого цвета Помимо узких джинсов вы можете сочетать и с прямыми светлыми брюками или джинсами свою дубленку в средней длине Одно из самых классных и актуальных на данный момент сочетаний Это светлая основа дубленка рыжо-коричневого оттенка вместе с угами И уги с дубленкой должны перекликаться по цвету Я думаю, что вы уже в курсе о том, что уги вернулись в моду И на данный момент это один из самых трендовых вариантов обуви Если вам такая обувь нравится, то дополнение дубленкой будет действительно одним из самых замечательных И повторюсь, что дубленка это универсальный вариант верхней одежды Поэтому можно сочетать ее и со спортивным стилем Например, у вас может быть основа в виде светлого спортивного костюма, зимних кроссовок А также это может быть светлый костюм из трикотажа И, наконец, пара идей с удлиненной дубленкой Я думаю, что вы уже поняли, что длинная дубленка является хорошим дополнением элегантного и женственного стиля А также вы поняли и то, что светлые дубленки замечательно смотрятся Именно со светлыми комплектами и со светлой основой Поэтому, если вы противники черного цвета, если он вам не нравится То это может быть для вас прекрасным решением Здесь я предлагаю два универсальных варианта Это либо также сочетание со светлыми брюками плюс свитер Это причем может быть такой красивый акцентный зимний свитер Например, с косами или с акцентным скандинавским принтом И вы также будете дополнять этот комплект светлыми ботинками И если вам хочется добавить женственности То я рекомендую попробовать сочетание с трикотажным платьем И светлыми сапогами, которые будут доходить до колена По последним видео я поняла, что вам очень нравятся вот такие структурированные видео Которые разложены по пунктам, по полочкам и по параметрам Поэтому я постаралась максимально хорошо подготовиться к сегодняшней съемке И дать вам максимально полное количество понимания о том, как стилизовать дубленку Если вам действительно нравится такой формат То, пожалуйста, поддержите его лайками А также подписывайтесь на мой канал И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok